всем привет блендер 2 91 и давайте попробуем заанимировать именно вот этого нырка первым делом выбираем нырка и так давайте сначала внешний вид вот этому нырку улучшим спасибо другу который помог мне разобраться именно в этом деле в шейдингах так g оттаскивать эту ступенцию теперь добавляем нод именно конвертер color ramp ставим его где-то вот здесь чуть-чуть эту вниз эту чуть в бок левой кнопкой мыши переносим так вот эту штуку сейчас я выше подниму и color color rampa подсоединяем к металлу так а вот этот факт подсоединяем color смотрим что получилось теперь улучшаем внешний вид вот такая штука получается следующий значит нужно выбрать этот color rampa можно сделать shift d опустить его вниз мы его цепляем значит ровность вот этот ровность и цепляем этот факт так опять же колору прибавляем делаем здесь цвет чуть-чуть потемнее смотрим что да как вот тут блеск можно добавлять уже ну так пусть поблестит так ровность здесь отрегулируем металл ну вот по просингу будет понятно смешивание цветов все пойдет теперь у него такой внешний вид вообще бомбовский следом что я хочу я поставить кости на вот этот аппарат так единицам нам пади н английская скринка скей чтобы увидели что я нажимаю так н английского убираем все это дело и добавляем shift а добавляем арматуру синглбон делаем в бегущем человечки вверху так вверху дисплей in front чтобы его было спереди видно значит заходим теперь в edit mode английская а выбираем косточку можно цвет пока аппарата убрать тройка на нампаде с уменьшаем так теперь семерка на нампаде нампад это под правой рукой а если у кого нампада нет то это верхние именно вот эти цифры которые в edit в преференциях переключаются значит в input вот этот и мануал нампад и дефолта нампад импут вы ставите и как у меня вот именно у меня на верхних цифрах работает у меня нампада нет так что теперь мог перетаскиваем сюда перетаскиваем вот сюда тройка на нампаде значит r английская перекручиваем опускаем и перекручиваем семерка на нампаде нужно подставить вот эту косточку именно аж на край чтобы она нормально потом поворачивала этот закрылок так есть такое дело тройка на нампаде делаем shift так пардонте делаем shift д щелчок значит r перекручиваем косточку с помощью мов подставляем ее следующему закрыл код к этому вот так где-то и уводим в бок чтобы он посередине как бы наверно должен гнуть эту штуку так тройка на нападе р еще больше перекручиваем подставляем смотрим где она тут ну вроде все должно получиться там как пойдет делаем немножко с ей тоже уменьшаем так вот здесь нужно ее наверное еще ниже подсадить ну а этот закрылок вроде нормальный семерка на нампаде следом выбираем вот эту косточку тройка на нампаде shift d щелчок левая кнопка мыши вытаскиваем и подставляем сразу на вот этот задний закрылок тоже потому что это один саптул так значит r чуть-чуть выравниваем так подставляем и r немножко тоже вот как бы его выравниваем подводим закрылку семерка на нампаде и чуть-чуть корректируем и чуть-чуть корректируем в принципе я думаю нормально вроде все нормально теперь пробуем обжиг а пардонте edit mode английская а единица на нампаде делаем shift d щелчок правая кнопка мыши мир x global и уводим на вот эти наши части так семерка на нампаде выравниваем задний хвост тут этот закрылок вроде как попали попал точнее что нужно сделать теперь выбираем вот эту часть семерками нампаде нам надо отделить двигателя делаем значит shift d щелчок это будет один саптул просто двигатель enter и оставим только двигателя в edit mode ставим рентген вот это все выделяем и и дэвид вертиксы обжиг мод включаем закрылки выбираем закрылки выбираем через shift так пардонте так сбой а вот у этих закрылок нужно тоже срезать двигателя edit mode опять же рентген и удаляем двигателя и удаляем двигателя дэвид вертиксы обжиг нот вот такой вот вид выбираем закрылки через shift косточки control пи вид автоматик виджет должно это все связаться выбираем косточки и заходим в пост мод посмотрим как они работают так тройка на нампаде и поднимаем вот все поднимается так и r опускаем как работает эта косточка r все опустилась и задняя семерка на нампаде все крутится вертится все зашибись control z control z возвращаем все в исходное состояние все работает теперь можно закрылками все это дело значит корректировать ну а теперь нужно запустить двигателя да давайте их запустим выбираем двигателя семерка на нампаде единица на нампаде и нужно опять зайти в edit mode поставить рентген и один двигатель лопасти делит оставляем только правый почему потому что потом будем делать модификатор мира зеркалить выбираем лопасть попробуем сначала set origin origin to 3d ту геометрия тогда или даже наверное через shift давайте вот сюда вот подставим пивот геометрия он тоже уже тоже по центру эти вот она . этот центр геометрии и она будет по ней крутится ну давайте сделаем set origin 3d курсор привяжем лопасть к 3d курсору так анимация нам пока не нужна это будет именно костная или в принципе давайте с анимации сделаем можно было двумя видами это делал все настроить давайте по самому короткому так пишем и ротация на первом кадре на сотый кадр ставим открываем n панель находим трансформу тет настройки и смотрим у нас будет по игреку вот по игреку должна крутиться вот эта лопасть выбираем ее ставим 360 enter можно нажать и пропишется кадр или просто нажать и ротация так n панель закроем ставим всего 120 кадров а 100 100 кадров enter и смотрим что получилось вот так у нас начинает крутиться двигатель а потом затормаживается это не есть хорошо так переключимся на граб идитор здесь вот такая панель откроем наши оси вот по игреку нам надо чтобы он нормально крутился значит английская а выберем все и выберем английская в вектор смотрим как он теперь крутится теперь он крутится с одной скоростью постоянно так ну на игрек вот на игрек можно добавить n в н панели модификатор ну или цирк цикле цикле зацикленный или генератор он должен крутиться быстрее о не знаю видно вам нет но скорость у него приличная это слишком много так можно наверное здесь вот уменьшить это дело да вот здесь можно уменьшать и прибавлять такая штука 0 enter здесь поставим так это сильно много это очень мало ну поставим минус 3 вот замедление тут есть по моему так это что тут такое вот это значит вывод наверное это вот задержка быстрее медленней вот так можно поставить сначала медленнее а потом типа заводится вот такая штука прикольная так посмотрим закроем этот генератор и поставим цирку вот так вот да все зациклено тоже это нам не понадобится давайте генератор все таки поставим и уменьшим вот эту так вот это влияние если прибавляем еще быстрее значит ноль он не движется а на минуса выводим вот такая скорость ему пойдет 0,003 0,003 вот пойдет layout так теперь control tab можно сразу быстро переключаться от grab editor до timeline ставим паузу и теперь нужно применить модификатор mirror это модификатор значит mirror ставим от кого отталкиваться от нырка теперь это будет в одну сторону крутится это в другую ну в смысле в центр друг другу будет вот не так что в одну сторону только в левую крутится а именно друг другу так ну вот уже нормально так это значит ну пусть повисит пока ставим внешний вид заводим двигателя и вот уже все нормально крутится ну хотя наверно они крутится должны в эту сторону ну пока места не ну правильно если одна по часовой идет вот то другая от часовой ну все правильно они крутятся так ладно делаем теперь какой финт смотрим выбираем закрылки ставим ну допустим 200 кадров 200 кадров и вот эти закрылки переводим на сотый и двухсотый так они все равно крутится постоянно надо было их возможно сразу прописывать на сотый и ну не знаю первый раз тоже так вот делаем так так пошевелим теперь значит закрылками и выбираем косточки выбираем первый кадр заходим по смут семерка на нампаде и на первом кадре значит делаем вот эти вот части через shift выбираем делаем r ага так нельзя ctrl z они тогда должны быть к одной привязаны тут еще одна косточка должна быть чтобы они как бы от нее работали а так получится делаем вот так r эту поворачиваем и r эту поворачиваем теперь выбираем значит вот эти две косточки можно наверно выбрать две тройка на нампаде раз мы их будем так поднимать ну да эти можно так так прописываем а и lock рот ставим на сороковой кадр выбираем закрылки так так тройка на нампаде эти закрылки теперь уходят вниз пишем а а пардоните сейчас нужно эти назад тоже поставить семерка на нампаде r выбираем вот эту закрылку и эту закрылку приблизительно ставим в одном направлении и пишем а и lock крот так скрин каски отключился так вот такая штука смотрим что происходит вон все работает теперь на восьмидесятом кадре тройка на нампаде выбираем вот эти косточки 2 r возвращаем их назад вот эти две косточки семерка на нампаде тоже возвращаем назад вот так вот а вот эти опускаем так тройка на нампаде r вот таким вот образом и пишем а и локрот и смотрим что получилось ну вот тут все работает и первый кадр шифт д перейти перетаскиваем на сотый и вот все мягче прикольней так object mode подключаем косточки не знаю вам видно нет так на будет видно и так вот такая простая подготовка именно нырка к полету ну ничего все нормально крутится лопастя крутятся так фары не горят давайте выберем значит стекла фонари крюк так зайдем в edit mode так значит вот так c о не понял опять нет пока так заходим в edit mode и попробуем вот эти вот середины вот эти выбрать c английская колесико крутим получается у нас вот так вот штук и выбираем вот эту часть так выберем полигоны так английская опять же и выбираем вот эти все полигоны убираются они колесиком если вы не те выбрали так вот такая штук интенсия а идите что control z значит c опять же выбираем полигоны а которые нам не нужны мы их стираем так это вот первые полигоны выбраны теперь давайте выберем здесь это значит c опять же побольше колесико попробуем разом так все выбрать во а вот эти части нижние просто поубираем колесико понажимаем снимать это правая кнопка выше и назначим значит материал новый материал добавим плюс значит новый поставим ну цвет пусть будет красный и назначим эссижин и добавим еще один материал добавим new и добавим допустим эмиссия попробуем тоже красный эссижин вот такая штука один материал можно удалить а эмиссию вот эту вот наверное еще сделаем потемнее или можно желтый цвет поставить или зеленый вроде как красный нормально или синего синевой чуть-чуть и вот получается вот такой нырок добавим свет добавим солнце добавим 4 или 3 так выбираем R так как было так поставим 0 на нампаде так камеру можно G поближе 0 G вот так вот открыт открыт вид и погнали пропеллер крутится все закрылки работают но свет мне не нравится так давайте поставим 7 ну вот что-то в таком духе но если ночь то свет чтоб горел потемнее надо делать и пропеллеры чтобы было видно так раз и G единица на нампаде R со стороны камеры падает свет ну такая штука все всем пока до свидания вот такой эксперимент а